Ну а тем временем в Наринмаре, поселке Искатели, продолжается масштабная реконструкция дорожной сети. Федеральная трасса, так называемая Кольцевой, до рапорта уже приобрела абсолютно новые очертания. Там новый асфальт. Но вот укладка, впрочем, еще не завершена. За короткий сезон дорожникам предстоит выполнить небывалый фронт работ. Пока успевает это, несмотря на непогоду. Кстати, в планах хозяйственников внесены незапланированные изменения. В ближайшее время дополнительно обновят еще несколько важных дорог. Все подробности в следующем репортаже. Эта строительная техника здесь, на федеральной дороге, работает едва ли не круглосуточно. Ведь, чтобы снять старый и положить новый асфальт, у рабочих есть совсем немного времени. Негативно сказываются погодные условия. Даже при незначительных осадках строителям приходится корректировать не только план, но и технологии. Впрочем, отставание от графика сейчас небольшое. Всего неделя. Многие водители считают, что эта дорога уже готова. Сейчас я раскрою небольшой секрет. На самом деле, это всего лишь первый, так называемый, выравнивающий слой. Чуть позже на него сверху положат еще один, уже основной. И тогда общая толщина дорожного полотна составит примерно 8 сантиметров. Как только построят федеральную дорогу, ведущую в аэропорт, рабочие приступят к следующему участку. Новый асфальт со стороны города положат до нового поселка. Фрезеровальные машины, часть старого спокрытия уже сняли. Его снимут и на улице Ленина. Обновлять эту дорогу строители хоть и не планировали, но ямочный ремонт, говорят рабочие, здесь точно нелогичен. В самом плачевном состоянии, в самом дефектном состоянии, если по городу из пяти дорог брать, в самом дефектном состоянии. Надо все это исправлять. Помимо прочего, асфальт обновят на Первомайской и Хатанзельского. А затем приступят к строительству еще одной дороги, которая получит статус объездной. Она соединит улицы Полярная и Рыбников. Я понимаю, что раньше возили и делали, ну, что попалось, того и делали. Привезли такой, такой, и гранит попадался. А в этом году мы целенаправленно заказали, то есть одним, так сказать, лотом, чтобы нам привезла. Одна компания в том числе и перевезла сюда, складировала, с этим занималась. На асфальтобетонном заводе горячая пора. В прямом смысле этой установки уже 20 лет, однако качество дорожного покрытия, которое здесь производится, не иначе, как отменное. За сезон завод должен выдать около 30 тысяч тонн нового асфальта. Именно столько потребуется для модернизации дорожной сети. Это словно два разных мира. Прошлое и будущее. Если раньше асфальтовое покрытие делали из известняка, дождь его буквально размывал, то теперь дорожное покрытие делают из габродиабита. Материал очень качественный, его используют в Германии. Материал хороший, даже для приготовления асфальта. Привезен гранитный щебень, отсев. Используется материал хороший, качественный. Там, где замена асфальта не запланирована, проведут ямочные ремонты. Например, на участке отыскателей до нового поселка. Выбойные залатают и на городских дорогах. Впрочем, уже нашлось немало скептиков. Многие водители считают, если ремонтировать, то только капитально. У них получается ремонт как? У них были ямы, теперь у них бугры с этим асфальтом. Так что, вот как-то так. Строители, впрочем, не исключают, что следующее лето также станет временем большой модернизации. Дороги нужно приводить в порядок, при этом абсолютно все. В этом же году удастся обновить больше половины всех дорог. И уже можно смело сказать, для нашего региона это непременно большое достижение. Александр Дуркин, Вадим Стасюк, Телеканал Север.